В республике продолжают снижаться долги по заработной плате. Такие данные приводят в Государственные инспекции труда. Сейчас в списке должников 19 организаций. Какие меры предпринимают их руководители, чтобы сполна расплатиться с работниками, выяснили сегодня члены межведомственной комиссии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В Госинспекции труда озвучивают оперативные цифры. Заработную плату недополучили порядка 2000 человек. Долги превышают 85 миллионов рублей. По отдельным организациям есть закредитованность в нашей организации. Это мы все прекрасно понимаем. Но в то же время отдельные работодатели выплачиваются временем заработной платы. Но отдельные работодатели не могут выплачивать. Там тоже причины разные. Нам надо оперативно принимать решения. Когда в высшем режиме нужно управлять, мы стараемся всегда управлять. Поэтому благодарю за деловое такое сотрудничество. Держать ответ перед главой региона должников пригласили в Дом правительства. В антирейтинг попал и Новочебоксарский завод автокомпонентов «Элма». Его работники не получают деньги месяцами. Сейчас сумма долга достигает 17 миллионов. Исправить ситуацию предприниматели обещают до конца года. Мы приглашали в 2017 году на комиссию. Какие сроки будут выражать? Вы верите в это или не верите в это? Мы работаем с ними. Выбраться из долговой ямы заводу могут помочь и инвесторы. Предприниматели считают, что в ближайшее время появится возможность нарастить объемы продаж автокомпонентов. Впрочем, это перспективные планы. Сейчас главная задача реализовать имущественный комплекс. На 6 июня у нас назначены первые торги. По практике, скорее всего, первые торги не состоятся. На вторых торгах уже будет участвовать инвестор, с которым мы сейчас плотно общаемся и ведем переговоры. Данные организации у нас находятся на контроле Роструда. Мы с представителями предприятия выезжали в Роструд на заслушивание. Значит, определенные меры и перспективы погашения заработной платы на данном предприятии имеются. От инвесторов сейчас зависят и перспективы Чувашского бройлера. Крупный ущерб этому предприятию нанесли экс-пладельцы из Курска. Сумма убытков достигает 50 миллионов. Долги по заработной плате свыше 10. Я, в принципе, нахожусь постоянно в активной работе и взаимодействии с правительством, то есть в Министерстве сельского хозяйства, в Министерстве юстиции. То есть регулярно проводим встречи рабочие, чтобы решить какие-то моменты и уменьшить задолженность по зарплате. Найден инвестор уже. То есть это компания «Воддорстрой» Чувачьи Киевский район. «Воддорстрой» в настоящее время уже выкупил, ну, то есть, по сути, был надеем, выкупил все активы. Есть вопросы и к арбитражным управляющим типографии номер один. Они упускают шансы реализовать имущество по ликвидной цене. Долги перед работниками продолжают увеличиваться. Здесь долги по заработной плате составляют 16,3 миллиона рублей 201 работнику. На предприятии идет процедура банкротства продолжительное время. Если покупателей не будет до 16 июня, цена будет снижена и так далее. То есть вот здесь, может быть, тоже как-то хотелось бы попросить и органы исполнительной власти, и Министерство экономического развития подключиться к части поиска потенциальных покупателей. Зачем держаться за эту должность, если у него не получается, не может продать? Зачем работать арбитражным управляющим? Для меня вот это непонятно. Поэтому здесь надо взыскательно подходить. Предприятиям-должникам в республике спокойной жизни не обещают. С начала года госинспекция труда провела свыше 100 проверок. В итоге порядка полутора тысячам работников было выплачено 40 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.